Наверное, микрофон не нужен, я громкий парень. Смотрите, сегодня фамилия Павловский прозвучала много раз, но то, что нашего диктатора мира и огрязываться, у него такая фамилия Павловский, он наладит лет через пять знакомств благодаря товарищу сержанту, который, когда мы сидели грязные, чумазые, принятые так за шкирку из люка, вылезает фут из московской подземки, он за стопками наших грязных, таких шумажек, так, такой, кто, такой, кто тут Павловский? Он такой, минуточку, вообще-то я Павловский, диктатер мира окрестностей. Сержант на это сказал, что ты сейчас, ты мне тут поговоришь, там, передали кучу всякой немцезурщины, в таком смысле, ты же диктатор, ну да, фамилия моя такая, ну окей. Просто в те времена мы все общались по никам, диггеры все параноики, знакомились мы очень весело, это был, наверное, год двухтысячный, вот здесь сидел проспектор, но он уже, по-моему, убежал, да, вот, потому что он с детенком маленьким, он вот тут поулыбался, вспоминаю те истории, и человек, который сегодня не смог приехать, ну, многим, наверное, по теплому стану знаком Драгон, который жил там на Писке, хотя бы, какие-то количества лет, тут его помнят, кто там, там камерус в лесенце пошел, все было не так, короче, ну, это по его версии, я не знаю, что вы там делили, короче, в тысячный год мы поступили в институт, два студента-психолога, и один из нас, вот мы там, как сразу подружились, человек Калюни, человек Драгон, Притаский журнал «Хакер», он был вот фанат компьютеров, мне это вообще все до одного места, говорю, смотри, здесь статья про диггеров, они под землей лазят, а что там под землей, ну, там интересно, смотри, фотографии, типа, круто, мы тоже хотим, тогда вот пошел какой-то диалатный интернет, карточки МТУ-5, там, ролл твой интернет, вот, в России онлайн, типа, клево, мы пошли в какой-то интернет-кафе, диггеры гуглим, о, нифига себе, и диггерские сайты вылезают, типа, о, типа, надо посмотреть, как нам все устроено, то есть мы, опыта примерно никакой, и в тот момент, когда мы залезли в какой-то там обосратые бомжами теплотрассу, там, они нас погоняли, мы погоняли, мы теперь диггеры, мы залезли в люк, нашли подземный тоннель, и тут находим сайт группы с названием «Дыроглазы», и вот там какие-то отчеты, то есть мы тогда совсем пионеры, мы залезли в один обосратый бомжатник, а они уже в три обосратых бомжатника и одно бомбоубежище, такие, о, крутые чуваки, надо, давай их напишем. У нас был в запасе один залаз, который, я не знал, что это еще подземная Москва, но, учась в школе, я видел, что под Белым домом, вот у моста на, где вот Калининский, бывший проспект Новый Арбат, выходит на мост, есть некая дыра, тут что-то вода. Сейчас мы к парням подъедем, они серьезные, либо они скажут, мы знаем, идите отсюда, либо мы их заинтересуем, а там такие серьезные подписи, диктатор и проспект, под каким-то отчетом. Такие, блин, серьезные парни так называются. Типа, ребятки, мы тут это вот хотим, а они такие, ну пойдемте, раз хотим. Значит, мы приползаем в эту речку Пресня, понимаем, что там вода. То есть, как бы, дождливая безлунная ночь, но точнее какой-то там мокрый снег, декабрь, сверху Белый дом, какие-то менты ходят, мы хоть лесенки там сейчас спустились, пыньк, черт возьми, мокрый. Ладно, вернемся, но все глаза горят. И вот наша первая совместная поласка была в речку Пресня, то есть это горбатый мост, где вот там бои 1905 года, то есть мы снизу туда, в самодельных сапогах, то все были бомжи, студенты, то есть мы были там, типа, студенты там степень 300 рублей, там проездной, пиво, и все, она кончилась. Нам нужны сапоги, я с дачи притащил сапоги, но нужны вот такие. Ладно, а парни к нам постарше, то есть если мы там 80-х годов рождения, а не 70-х, ну они посмотрят, это же вообще люди с другого этого, они пионерами были, а мы только октябрятами, то есть вот уважение. Мы склеили себе с помощью скотча, говна и палок, и байдарочные резинки, вот такие сапоги, которые естественно тут же протекли, и мы полезли вот вверх по течению, по какому-то водопаду, в речку Презня. Офигели, вылезли где-то под зоопарком, а проспектора тут же чуть не похоронило, потому что тогда еще была такая система, что сбрасывали снег прямо в подземной речке, то есть прямо у метро где-то там, что там, 905-го, 905-го, 905-го? Нет, 905-го, ну, у зоопарка. У баррикадной был такой люк, то есть снег сгребали, бым, мы идем, упираемся в кучу снега, который лежит просто посреди подземной реки, вот кто не в курсе, там всегда плюс 10, лето, зима там всегда одна и та же температура, то есть как бы мы в зимней одежде, нам жарко, мы идем вверх по течению, промытая канавкой, ходить надо вот так. Все от этого офигели, никто там до этого не был, ни они, ни мы. Типа, лежит куча сугроба, что делать, сверху висит такая же куча сугроб, ну, давайте полезем. Мы перелезаем, хиток, вот последний человек, это был проспектор, они там старые кореша, то есть он жил у него там еще на клубстане, на списке, еще кучу времени, вот только он делал вот так ногой, хыч, падает несколько тонн снега, мокрого, туннель закупоривает наглухо, прям по потолоку, там, как бы будешь, чем этот потолок, метр три, наверное, типа, и начинает вот так подниматься вода, мы такие, блин, назад никак, мы пионеры, никто не понимает, пионеры, это значит новички, никто не понимает, что делать в такой ситуации, мы первый раз все вместе, залезли в подземную речку, у нас тусклые фонарики, на дворе 2000-й год, лампочки накаливали, никаких светодиодов, никаких в телефонах фонариков, у нас есть какие-то там свечки, зажигалки, и какие-то там на плоских батарейках советские папины фонари, которые еле-еле тлеют, что делать, бежим, и мы вверх по течению в неизвестность, ну ладно, все, вышли, подружились, типа, ребята, все, давайте это, а потом мы искали неглинку, про нее было известно, чтобы они лазил Гелировский, примерно, на этом все кончалось, просто загуглил, записался на экскурсию, сходил, тебя туда запустили в люк, вытащили, выдали тебе химзу, а тогда надо было найти, вы знали, что она есть, мы нашли в помойке книжку «Москва и москвичи», 50 какого-то года выпуска, так, так, дядя Геляй лазил в неглинку, написано, самотеха какая-то, так, 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 чужность там самотеха, бумажная карта, издательство «За рулем», так, карта, ага, ага, самотечный период, ну ладно, пойдем там разберемся, январь, минус 20, 4 раздолбая, с ломиками, приходят примерно к театру Дурова, так, ну это где-то тут, а что делать, а хрен его знает, ну у нас есть ломик, мы пойдем люки открывать, где-то на 50 мы увидим текущую воду, о, круто, течет оттуда сюда, ну мы 50 люков дернули, там мы не понимали, что это такое, ну люк, люк, значит там везде подземки, метро 2, книжек начитались, там газетных статей про трехметровых крыс, ну как-то двое туда, двое сюда, нашли залаз, там я Павловский первый раз офигел умением общаться с мирным населением, потому что, когда мы туда залезали, он был залезал последний, закрывал с собой люк, это вот мы все просто в эйфории, типа мы ее нашли, мы нашли ее, эту не клинку, злочастную, и тут вылазит какая-то бородатая рожа, такая же бородатая собака, я не знаю, как породу называют, собачка с бородка, они как-то засовываются, а что это вы делаете? А он такой сможет на него, а я вот стою под ним, там что-то держу, какой-то рюкзак, ну говорят, а в таком тоне я с вами не хочу продолжать диалог, чпой, не скрывает ли он, ну в общем лазили мы, лазили, потом мы что-то переключились, как-то, он всегда любил историческую подземку, то есть соляные подвалы, вот все эти старые кирпичные своды, старая Москва, то есть мы копали какие-то там ямы в польских тоннелях, потому что, да, информация была, что из любого подвала вход под Кремль это просто, ну, стабильность, информации не было, мы ее сами как-то создавали, потом мы начались метростроем по всякому, по метро, им это было неинтересно, то есть так наши пути разбежались, где-то там общались, встречались, потом после какой-то полазки нашей новой подземной речки, ребята, то есть нас выпустили из-за ментовки, где я, собственно, узнал, что он не Павловский, а Павловский, ну, вообще, что он не еще фамилии есть, то что мы всегда шахровались, так, типа, ну, типа, все по никам назывались парановики, за нами следит ФСБ, мы же думали, так, он говорит, ребята, так, что у нас тут поздно, короче, это, поехали ко мне, а куда? в теплые станы, мы приезжаем вот на теплостанскую квартиру, ночью падаем где-то в коридоре, последнее, что успеваю заметить, два глазка, значит, в двери два глазка, типа, уже сознание, потому что ехать, человек сколько, это зачем? Ну, глаз-то два, и ладно, понятно, падаем там куда-то спать, и с утра, значит, вот по этому сквоту начинают уползать люди, типа, привет, я такой, это привет, то есть там в тот момент как бы тусовалось еще помимо нас человек восемь, это было совершенно офигенно, и, по-моему, мы там сутки вообще не вылазили, там со всеми знакомились, там, Руст был, Сугробушка, Проспектор был, ну, вот из тех, кого я сейчас вспомню, наверное, ну, как бы, кошка, по имени кошка, наверное, была уже позже, может, Михалыч поправить, не помню, позже, да, ну, как же мы тусили, тусили, потом разбежались, то, что мы пошли лазить в техноген, метро, там, метро-2, вот, все, а он, как бы, старичка-и-старичка, и тут мы встречаемся на Таганке, я тогда жил на Таганке, типа, о, диктатор, здорово, кеметим, а я вот, как бы, торшерушка, меня вписал в бункер, с торшером они были знакомы, там, ну, примерно с тех же времен, с начала 2000, вы же знакомы, тримарочка, Леха сейчас грамотно подводит ко второй части, ко второй части, да, это будет торшеровская, торшеровская, я сейчас диггерскую часть свернул, потому что тайминг, да, хотел бы, просто еще рассказать, что вот, спустя время, Павловский работал в бункере, это Леха скорее расскажет, мы еще поработали в столярке вместе, то есть, в какой-то момент, мы там, что-то о чем, мы руками-то ничего, это, то есть, спустя там, уже там, лет 10-15 познакомства, типа, о чем, у нас руки, а вот столярка, мы построили мастерскую на даче, я хотел вот руками работать, вот такое тоже, я тут работал как бы в столярке, а погнали, и мы там, пилили всякие досочки, делали всякие мебелишки, и самое в этом всем интересное, что мы до сих пор работаем под брендом, который придумал Леха, у нас тут срочный заказ, мы бегаем по мастерской, кив туда-сюда что-то таскаем, он пилит хоть приспособу, то есть, надо, чтобы там под углом, вот это, я своими делами занимаюсь, ну, как бы, кажется, своим занят, и смотрю, он такой, что-то сделал, он такой, да, смотри-ка, прикольно, чуть-чуть работает, она не написана, типа, гип номер 001, так что такое гип, говной палки, я здесь что-то на этом поднял, на пол, быстро сделал, говной палки, ну да, и мы решили, значит, что что-то там уже вечер, сделали все, пиво пьем, такие, сушки, прикольно, а давай так, назовем мастерскую, будет артель гип, артель это старорежимненько, артель это, значит, люди собрались там, и вместе что-то делают, по договору какому-то, типа, сделали, разбежались, а гип, он решает как угодно, для пафосных проектов, это гламур и пафос, да, вот Михалыч тоже артельщик, из гипа, главный инженер проекта, и тому подобные вещи, а для всякой хрени, это говной палки, для людей, у которых есть чувства, а когда Алешечка лажает, допустим, а Павловский говорит, а тебе говорил, называется, ганданье и Павловский, я вам говорил, ну в общем, вот мы до сих пор, под брендом артель гип, работаем, да, где-то по этому городу раскинули изделия, на которых прикручены латунные таблички с годом выпуска, и надписью артель гип, выбитая шрифтами, когда пройдет ядерная война, на безжизни пустыне останутся наши изделия, потому что мы всегда делаем противоатомные, противо, вот навсегда,